В сегодняшнем уроке мы рассмотрим страдательный залог в турецком языке. Страдательный залог выражает действие, предпринятое кем-то или чем-то на объект, которое будет у нас в предложении подлежащим. Объект, это подлежащее, испытывает на себе действие, выраженное сказуемым. Страдательный залог образуется при помощи аффекса страдательного залога, который присоединяется к корню глагола. Посмотрим на примерах. Например, глагол «очмак» – «открывать», и если к нему добавится аффикс страдательного залога, то получим «очелмак», что будет переводиться как «быть открытым» или «открываться». Смотрите, если у нас в глаголе «очмак» есть действие, когда кто-то открывает, то в глагол «очелмак» обозначает, что у нас что-то открывается со стороны какого-то субъекта. Аффиксы глагольных времен или наклонений присоединяются к основе корня, а основа у нас состоит из корня глагола плюс аффикс страдательного залога. Например, «ахмет пендере очты» – «ахмет открыл окно». У нас в предложении есть «ахмет, который сделал действие и открыл окно». И второе предложение уже в страдательном залоге «пендере очилды» – «окно открылось». Здесь у нас есть подлежащее, это объект «пендере окно», и на это подлежащее, на этот объект, в данном случае на окно, произведено действие, и от этого действия оно открылось. Кто-то, возможно, совершил это действие. Это может быть тот же «ахмет», который открыл окно. Может быть ветер, но произведено какое-то действие на объект, на окно, и оно открылось. «Пендере очилды». Или еще пример. «Суламак» – «поливать», и вместе с аффиксом страдательного залога получаем «суланмак» – «быть политым». «Суламак» – «поливать», то есть действие прямое, и «суланмак» – «быть политым», когда на объект будет произведено действие. Например, «бахчеван Чичекляри Суламыш» – «садовник полил цветы». Садовник и действие прямое он полил, он совершил это действие. И во втором примере, в страдательном залоге «Чичекляр Суланмыш» – «цветы политы». У нас есть «цветы» и «суланмыш», то есть они «политы» кем-то, то есть у нас «цветы» испытывают на себе действие поливания, их «полили». Теперь посмотрим, по каким правилам мы добавляем аффиксы страдательного залога. У нас они бывают разными. Первое. Если корень глагола заканчивается на согласную букву, то аффикс страдательного залога имеет форму «ыл», «иль», «ул» или «юль» по гармонии гласных. Если последняя буква в корне глагола у нас «а» или «ы» используем «ыл», «э» или «и» используем «иль», «о» или «у» используем «ул» и «э» или «ю» используем аффикс «юль». Например, «язмак писать» в корне у нас буква «а» и он заканчивается на согласную, поэтому добавляем аффикс «ыл» и получаем «язылмак» – быть написанным. Например, автор пишет книгу, прямое действие, используем «язмак» глагол, а если сказать «книга написана», значит используем «язылмак», то есть она была написана. Или глагол «кырмак» – разбивать, «кырлмак» – быть разбитым, «вермек» – давать, здесь у нас «э» и поэтому используем «иль», «верильмек» – быть отданным. Вообще на русском, конечно, могут быть много вариантов быть переданным, быть выданным, но главное, чтобы понять смысл. В первом «вермек» – кто-то дает, а «верильмек» – что-то передано или выдано или отдано. Или глагол «итмек» – толкнуть, толкать и «итильмек» – быть столкнутым или подтолкнутым. Или «бозмак» – ломать, здесь у нас гласное «о», поэтому используем аффикс «ул», получаем «бозулмак» – быть сломанным. Можно что-то поломать, а, например, машина может поломаться. «Бозмак» – «бозулмак» или «вурмак» – ударить, ударять, «вурлмак» – быть ударенным. Или глагол «девмек» – побить, бить и «девюльмек» – быть побитым. Глагол «бюкмек» – согнуть и «бюкюльмек» – быть согнутым. Посмотрим на примерах в предложении. Например, «Хер айн сонунда ищилере мааш верилир». «Хер айн сонунда» – в конце каждого месяца «ищилере» – работникам мааш верилир. Выдается зарплата. «Хер айн сонунда ищилере мааш верилир». Или еще пример. «Бельгисаярын шифреси чокколай крыльер». «Бельгисаярын шифреси» – пароль компьютера. «Чокколай» – очень легко. «Крыльер» – взламывается. «Кырмак» – ламать. «Крылмак» – ламаться. В данном случае, так как у нас пароль, взламывается. «Бельгисаярын шифреси чокколай крыльер». Или еще пример. «Иких автагечты ама арабамын тамири хален япылмады». «Иких автагечты» – прошло две недели. «Ама а арабамын тамири ремонт моей машины хален до сих пор япылмады не выполнен». «Иких автагечты ама арабамын тамири хален япылмады». Еще раз хочу обратить внимание, что у нас аффикс страдательного залога плюс корень глагола образовывает основу. А к этой основе мы уже добавляем любой аффикс времени. Это может быть время широкое, может быть настоящее, увиденное прошедшее, услышанное прошедшее. В общем, любое время. И также может быть наклонение повелительное, должествовательное. Вот все, любые аффиксы можно добавлять. У нас здесь просто меняется основа глагола и меняется суть этого глагола. Смотрим дальше. Второе правило. Если корень глагола заканчивается на гласную букву, то есть там было у нас согласное, а здесь гласная буква, то аффикс страдательного залога имеет форму «не». То есть у нас здесь уже ни по какой гармонии гласных, а просто буковку «не» добавляем, и она является у нас аффиксом страдательного залога для слов, которые заканчиваются на гласную букву. Например, «Ойнамак» – играть, «Ойнанмак» – быть сыгранным. То есть можно играть в футбол, но матч может быть сыгранным. Сыгран матч. «Ойнамак» – «Ойнанмак». «Кашимак» – чесать, «Кашинмак» – быть почесанным. «Ютюлемек» – гладить, «Ютюленмек» – быть поглаженным. «Ютюлемек» – это значит «мы гладим, кто-то гладит», а «Ютюленмек» – значит «быть поглаженным кем-то». Я могу резать картошку, и, можно сказать, лук нарезан. И посмотрим на примерах в предложениях. Перед праздником все улицы были убраны. То есть они были убраны кем-то. Мы не знаем кем, но они были убраны. Или следующий пример. Вор, который ограбил банк, банкаи соян, здесь у нас причастие на ан, мутлака обязательно, будет пойман. Еще одно предложение. Здесь нет слова помощь, но говорится, что с шахматной доской и с шахматными фигурами. Когда переводим на русский язык, правильно добавить слово с помощью. И еще у нас есть правило отдельно для глаголов, которые заканчиваются на букву «ле». В таком случае аффикс страдательного залога имеет форму «ын», «ин», «ун» и «юн» по большой гармонии гласных. Например, «алмак» – взять, брать, «алынмак» – быть взятым, «бельмек» – знать, «беленмек» – быть узнаваемым, «булмак» – находить, «булунмак» – находиться, «бельмек» – делить, «бельмек» – быть поделенным или разделенным. Посмотрим на примере предложений. Я подхватил вирус на мой компьютер, и все мои файлы были удалены. Есть у нас мои файлы, досья, и на них совершено действие. Они удалены, «силенды». Следующий пример. «Саатлер бирсаат гери алыньор». «Часы» переводятся на час назад. «Саатлер часы бирсаат гери на час назад алыньор» переводятся. Если дословно глагол у нас «алмак» – брать и «алыньор» – это как «берутся» или «возьмутся», но мы на русский переводим как «переводятся» на час назад. И еще один пример. «Хун кралына аид и кивин еллык хазине булунду». «Булунду» – найдено. «И кивин еллык хазине» – двухтысячелетнее сокровище. И «чье хун кралына аид» – сокровище царя гунов. «Аид» можно перевести как «принадлежит», которое принадлежит царю гунов. Можно перевести на русский и без слова «которое принадлежит», а просто сказать «найдено двухтысячелетнее сокровище царя гунов». И смотрите, до этого все предложения, которые мы рассматривали, действия были совершены субъектами, о которых в предложении не шла речь. То есть, когда мы говорили «Окно открыто», там не было понятно, кем оно было открыто. Или когда было написано, что взламывается пароль на компьютер, тоже непонятно было, кто взламывается. Но бывает предложение в страдательном залоге, когда в предложении указывается на субъект, который выполняет действие с нашим подлежащим. И вот в таких случаях, для того, чтобы указать на субъект, выполняющий действие, используется слово «Тараф», которое переводится как «сторона». И когда мы будем его употреблять, мы будем говорить, что действие сделано со стороны кого-то или чего-то. Например, «Тарафым дан я план араштырма». Араштырма – исследование «Тарафым дан я план», проведенное мною или «с моей стороны». Исследование, проведенное с моей стороны, ну или можно сказать просто «мною». «Тарафым дан я план араштырма». Или, например, «Роналдо тарафым дан атылан гол». Голь – гол, атылан – забитый. И кем забитый? «Роналдо тарафым дан» – со стороны Рональдо. Или «гол забитый Рональдо». Или еще пример. «Байрам консери тарафым издан организе эдильди». «Байрам консери» – праздничный концерт организе эдильди был организован. И кем или с чьей стороны тарафым издан? С нашей стороны. То есть, смотрите, если мы не указываем в этом предложении именно с чьей стороны, мы можем просто сказать «байрам консери организе эдильди». Праздничный концерт был организован. Но если мы хотим указать на субъект, который выполнил это действие, мы используем слово «тараф» и получаем «байрам консери тарафым издан организе эдильди». То есть концерт был организован нами. Или еще пример. «Букон трат тарафым издан имзалан малы». Этот контракт «букон трат тарафым издан» с вашей стороны или вами имзалан малы должен быть подписан. Долженствовательное наклонение здесь у нас. Должно быть все понятно. «Букон трат тарафым издан имзалан малы». И еще также субъекты выполняющего действия можно обозначать при помощи аффикса «джа-дже-ча-че». Например, «Букарарлар милетче вериледек». Эти решения «букарарлар вериледек» будут приняты кем? Милетче. Народом. «Букарарлар милетче вериледек». Или «фаджа тарафым издан энгеллен мищ». Трагедия «фаджа» была предотвращена энгеллен мищ и кем? Вами или с вашей стороны. Тарафым издан. Вот здесь можно два варианта. Смотрите, здесь слово тоже можно использовать как сторона. И можно сказать «фаджа тарафым издан энгеллен мищ» и «фаджа тарафым издан энгеллен мищ». Это, в принципе, равноценный смысл имеют эти два предложения. Можно сказать «и так, и так». На этом урок закончен. Надеюсь, вам было все понятно. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. До скорых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok